сижу на чердаке старого домика фотоаппарат на штативе мне удобно ничего не мешает ни деревья не кусты но и телевизор не включен чтобы лишняя запись кроме моих комментариев на этом не писалось буду ждать 2 аиста на подлете теперь уже отвлекаться постараюсь ни на что дежурить так дежурить обещали сильный ветер вот веточки берез у забора где на столбе гнездо аиста вот говорят о ветре но чтоб уж очень был сильный ну очень сильный и не надо но вот на подлете как будет аисты против ветра вот это бы заснять это было бы интересно вот аисты прилетел пока я фотографировал ветки березы с ветром и лег 2 аист тоже прилетел уже сам подлез меня не было у аппарата ладно спустился чердака и пошел по огороду ближе к аисту но и ближе и правее чтобы не было половина аистов тени солнце яркая сейчас попробую подойти еще ближе чтобы как крупнее этот момент именно когда перья на груди и он вздымается и он прячет клюв них ну таким образом греет отдыхает но пока стоит на двух ногах или от ветра или еще не совсем позу отдыха принял совсем близко подходить не буду не хочу чтобы аисты снились гнезда ну вот подежуришься этого расстояния привыкнут может быть тогда пройду еще на десяток метров вперед но не по прямой гнезду а ну бочком сбоку сбоку подошел еще ближе ветер качает и фотоаппарат со штативом так что вот эта тряска будет на виде на видео видно сильный ветер я думаю заставит аиста слететь так и случилось ну вот при таком освещении мягенько не очень контрастно пусть и фон белесы ничего страшного но и цвет хорош не очень но но много надежда есть не и и и а и и мы и пока аисты беленькие стоит начать им кормить все лазить по болотам все белые перья уже остаются только на спине все пузо у аиста уже темнеет зеленеет буреет коричневеет в общем грязное становится закатное солнце решила подкрасить аиста а красота красота так закончился день ночью был мороз ну аист уже носил ветки прямо со всей территории участка сейчас пролетели какие-то пролетные за ним повернулся в сторону солнца не так жарко но все-таки психологически наверное теплее стоит клюв в растопыренные перья на груди спрятал для тепла жизнь продолжается так ну веточки тоже нужны интересно что она там делает что-то выбрасывает что выбрасывает непонятно и почему но ну но так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кажется гнездовую подстилку частично выбрасывает. Что ей она не понравилась. Ну и было это уже не первый раз. Что на этот раз? Все тебе это самое. Что принес? Решил отдохнуть на столбе. Пролетел мимо гнезда, где-то там походил, взлетел на столб, ну и занимается привидением в порядок перьев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В автоматическом режиме навел резкость, перевел камеру в ручной режим. Слева оставил место для полета аист из гнезда. И таким образом в ручном режиме при достаточной резкости имею возможность сфотографировать то, что хочется. Продолжение следует... Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Со стороны коровника... Перебирает ветки и как бы не получилось вместо того, что положил получше, вообще уронить ее из гнезда. Продолжение следует... Продолжение следует... Опять ветку принес с поля, а сюда и большую, а сюда не хочет слетать. Пасмурная погода мне лучше, чем очень контрастное солнечное яркое освещение. Темные силуэты очень четко читаются. Сегодня мне нужен только один сюжет – крупно голову аиста, берущего ветки с поля. Субтитры создавал DimaTorzok Непослушные ветки попались, никак не укладывается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok